Мир бесконечности, можно сказать так, замысел творения, насладительство и создание. И создал то, что называется мир бесконечности. И это кли и свет, находящиеся как одно, в том же количестве, в том же качестве, в том же состоянии, как они вышли от творца из замысла творения. Замысел творения. Но в том же мире бесконечности все это состояние заканчивается, в том, что Махут бесконечности ощущает себя получающей, противоположной творцу. И поэтому она совершает действие, которое называется Цамсумалев, первое сокращение, не соглашается с этим действием, и возникает тогда мир сокращения. То есть творение остается в своем кли сокращенном, и начинает совершать действие для того, чтобы выйти из этого. Это стыд, различие, которое есть между светом и кли, которое ощутило Махут бесконечности. И стыд, это то ощущение, которое она почувствовала на фоне двух явлений, цвета и кли, которые есть у нее. То есть Махут бесконечности, когда ощутила стыд, это вообще не был стыд. В состоянии, когда можно сказать, что это исходит от нее, это ощущение, противоположность клея света, исходит целиком из творца. И развитие сейчас Килим мироздания таково, что Кли пользуется этим стыдом, который толкает его вперед. Это все еще не называется творение. Начинает совершать действие, как наполнить себя, с помощью стыда. То есть, по сути дела, действие... Это не действие, чтобы вернуться в бесконечность, а действие... Как исправить стыд. И тогда есть у нас мир Адам Кадмон, а затем мире Адам Кадмон, а затем мире Адам Кадмон Беря... Когда Кли заканчивает все действия, которые вытекают из стыда в бесконечности, в том состоянии, в котором бесконечность... Подтолкнуло развитие, мы видим мироздание в таком виде, что тут есть миры, и есть то, что называется душа, нишама. И душа – это та самая точка из бесконечности, которая почувствовалась тут. А миры – это те действия, которые эта точка произвела по причине ощущения стыда в бесконечности. И их противостояние таково, что в мире, в которой душа может вернуться в состояние бесконечности, чтобы не нанести ему ущерба. Она возвращается, а стыд в ней уже стыд другого типа. Она поднимается в своем утраженном свете для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, отдать Творцу. Это то, что постепенно творение душа начинает развивать в вере в высшие знания, в том, что создает, строит из себя человека.